Скажите, пожалуйста, сын собирается в военкомат. Что читать или делать, как мне его сберечь на войне? У меня никого больше нет. Смотрите, ваш сын, он имеет проблему, которая связана с тем, что он хочет сделать вам больно. И это связано с тем, что он пытается обвинить вас в чем-либо. Вы его раздражаете, он вас раздражает, у вас есть претензии друг к другу и так далее. И он пытается вас всеми возможными способами запугать. Не верьте, специально он в военкомат идти не собирается. Можете в этом направлении и даже не думать. А что сделать, чтобы не пошел? Есть эзотерическая практика, я ее очень часто советую. Эта эзотерическая практика связана со свечой. Помните, я всегда говорил, возьмите восковую свечу, желательно желтого цвета. Поставьте ее на расстоянии вытянутой руки от себя. Представьте, будто то, что вас беспокоит, допустим, что беспокоит. Сына в наручниках или сына, не в наручниках или сына, хватает или сын в одежде военной и уже служит. И вот эти чувства и видения, которые у вас появляются, представляете, будто вы их выносите в виде картинки или обводите вначале в виде картинки. То есть представляете, потом обводите мысленно, выводите эту картинку перед собой раз. Представляете, будто в этой картинке вновь это происходит. Такую картинку в виде сферы уже подносите к пламени свечи, представляя, будто это прикасается к пламени свечи и сгорает. Делайте так на протяжении от 10 минут до 30, я вас, ну на протяжении каждого дня, и я вас уверяю, что данной жизненной ситуации никогда в жизни не произойдет. Данный метод я даю широко, объясняя его в нашей эзотерической школе Кайлас, поэтому давайте мы его вспомним и это сделаем. Там есть еще куча методов, помните, на хлеб перенести проблему и так далее, и так далее. Все это можно делать и всем этим можно пользоваться. Пожалуйста, используйте школу, созданную для того, чтобы пользоваться эзотерическими практиками школы.